Одной из милости Всевышнего Аллаха к своим рабам является то, что он установил для них периоды времени для поклонения, во время которых награда увеличивается. И в эти периоды они соревнуются между собой в том, что приближает их к их Господу. И одним из таких благоприятных периодов являются 10 дней месяца Зухиджа. Это по причине того блага, который вложил в него Всевышний Аллах, причисленных недостатков и возвышен. И из-за почтения к своим рабам. Среди этих дней день Тарвы и день Питья. День Арафа и день Ан-Нахар. Жертвоприношение. Также по их причине Всевышний поклялся и сказал. Также Пророк Мира и Мои Благословения оповестил, что они являются наилучшими днями в мире. Сказав, наилучшими днями этого мира являются 10 дней, то есть 10 первых дней месяца Зухиджа. Говорит Абу Ахмана Ан-Нахди. Праведные предшественники возвеличивали 3 десятка дней. 10 последних дней Рамадана, 10 первых дней месяца Зухиджа и 10 первых дней месяца Мухаррам. И каким образом нам встретить, провести эти дни, передается от Ибн Аббаса, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нет таких дней, совершения благодеяний, в которые были бы любимей для Аллаха, чем эти дни. То есть 10 первых дней месяца Зухиджа. Ему сказали, о посланник Аллаха, «И даже джихад на пути Аллаха?» Он сказал, «И даже чем джихад на пути Аллаха?» Кроме человека, который вышел на пути Аллаха, рискуя своей жизнью и имуществом, и вернувшись ни с чем из этого. И праведные деяния объемлют все различные виды поклонения, будь то пост, молитва, хадж, зикры, возвеличивание Аллаха, а также чтение Корана, расходование на различное благое и другое. И из установленного в эти дни соблюдение поста за исключением 10 дня передается от некоторых жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что они сказали, «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, соблюдал пост в течение первых 9 дней месяца Зухиджа, в особенности в день Арафа, соблюдение поста в котором стирает грехи прошлого и будущего года, а также из благодеяний, поминания Всевышнего Аллаха и возведичивания». Казал Аллах, и речь о 10 первых днях месяца Зухиджа. К числу благодеяний в эти дни относится хадж, и это наилучшее, что было приказано в эти 10 дней. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «За безупречный хадж нет никакого иного воздаяния, кроме рая. Также благодеянием является жертвоприношение, и желающий сделать курбан должен прекратить стричь свои волосы и ногти с начала месяца Зухиджа и до тех пор, пока не заколят свое жертвенное животное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова